Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Процветок». С вами Юлия Кондратёна, кандидат сельскохозяйственных наук. И сегодня мы с вами продолжаем тему ухода за садом. Вы часто присылаете вопросы, с чего начать работу с саду? Какая процедура, какая операция должна открывать наш сезон вегетационный? Я обещала вам ответить на эти вопросы, и сейчас мы всё разберём по порядку. Мы начинаем свой вегетационный сезон всегда с обрезки. Дело в том, что обрезку можно проводить даже зимой, когда деревья спят. Это оптимальный период для её проведения. После того, как мы провели обрезку формирующую, санитарную, омолаживающую, наступает время осмотреть и стволы наших деревьев. Бывает так, что за зиму краска смылась. Бывает так, что мы не успели покрасить деревья с осени. Поэтому самое время провести окраску деревьев. Белой, как садовой, побелкой, краской, водоэмульсионкой. Это предотвратит получение солнечных ожогов, особенно у молодых деревьев. Весеннее мартовское солнышко очень жёсткое, и деревья могут получить серьёзные повреждения. Наконец, наступает тёплая погода, устанавливаются положительные температуры, которые держатся даже и ночью, и просыпаются различные вредители и болезни. Вылезают светоеды, вылезают различные клещи, активизируются даже тля. Разные долгоносики портят нам почки. И это момент для проведения защитных обработок. В первую очередь мы ориентируемся на состояние нашего сада. А именно, если вы обнаружили у себя в саду на веточках гуляющих жуков-долгоносиков, если температура воздуха уже устойчиво положительная, не поленитесь. Проведите обработку препаратами меди, либо фунгицидами, которые способны действовать при низких температурах, тем же самым хорусом. Если вы видите насекомых, то проведите обработку от насекомых такими препаратами, как актора, допустим, или фуфанон. Третий момент, наконец, это подкормка. Она нужна нашим растениям тогда, когда началось активное набухание и распускание почек. Корневая система проснулась, она уже активно гонит воду и питательные вещества поближе к почкам, чтобы они развернули свои листики и оказались во всеоружии в начале весны. Именно здесь очень актуально вовремя внести азотные удобрения, которые нужны для строительства, для роста новых листьев. Чем мы, собственно, сейчас с вами и займемся? Проведением защитной обработки от болезней, искореняющей, и подкормкой наших плодовых деревьев. Первую весеннюю обработку принято делать препаратами меди. Это может быть бордовская жидкость, классическое средство, любимое всеми поколениями наших садоводов-любителей и профессионалов, кстати, тоже. Это может быть медокупороз, абигопик, купраксат, хом, любой другой препарат меди. В чем его положительное качество? Это, во-первых, контактный препарат универсального спектра действия. Он способен убивать как грибки, так и болезнетворные бактерии. Далее, это препарат контактный. Попав на поверхность растения, он действует против грибков, против бактерий, все то время, пока он там находится, независимо от температуры. Если температура низкая, он находится на растении. Высокая, он находится на растении и действует. Итак, мы делаем обработку препаратами меди. Конкретно сегодня мы будем обрабатывать наши деревья медным купоросом 2-3% до распускания почек. Очень важно учитывать следующий момент. Косточковые, такие как слива, алыча, абрикос, персик, чувствительны к повышенной концентрации меди. Поэтому, когда почки у них распустятся, концентрация должна быть приблизительно 1%. Если вы обработаете 3%, получите ожоги. По набухающим почкам концентрация может быть 2-3%. Если вы боитесь сжечь, берите 2%. Итак, медный купорос. Здесь мы отвесили 30 грамм медного купороса из расчета на 1 литр воды. Если вы собираетесь обрабатывать большую площадь, большой объем сада, вам понадобится для приготовления 10 литров 3% раствора 300 грамм медного купороса. Лучше всего медный купорос разводить в небольшом количестве горячей или теплой воды. Это никак не сказывается на его качестве. И потом уже доводить объем до рабочего. Обязательно следите, чтобы все крупинки растаяли. Чтобы потом не произошло засорение форсунок. Если вы сами приготовляете бордовскую жидкость, обязательно перед заправкой опрыскивателя процедите ее через плотную ткань. Можно использовать старый чулок. Кто-то использует несколько слоев марли. Потому что бордовская жидкость, приготовленная в домашних условиях, не всегда получается достаточно качественной. И часто забивает форсунки. Мы заливаем приготовленный объем, приготовленный раствор, в опрыскиватель и доводим объем водой до нужного нам. Точно так же следует приготовлять и растворы всех других пестицидов. Сначала обычно их разводят в небольшом количестве воды, а потом уже, залив в опрыскиватель, доводят до нужного объема. Поскольку медь – это универсальный фунгицид, обрабатывать ею можно все плодовые и ягодные растения у вас на участке. Ведь все мы знаем, что грибковые болезни есть и у смородины, и у крыжовника, и у вишни, и у яблони, и у груши, и у земляники. У всех. Поэтому весной очень важно не пропустить этот момент и провести искореняющую обработку на всех наших культурах, чтобы предотвратить вспышку заболевания в течение вегетационного сезона. Вот перед нами черная смородина. Для нее наиболее актуальные болезни – это мучнистая роса и антракноз, который вызывает опадение листвы летом. Обязательно опрыскиваем полностью наши растения. Качественное опрыскивание – это когда вы видите, что капельками препарата покрылись все веточки, они мокрые, вплоть до того, что началось даже стекание. Тщательно опрыскиваем нижнюю теневую часть и почву под деревьями, под кустарниками. Ведь на ней сохраняется очень много различных листьев. Вот здесь препарат внесен качественно. Обратите внимание, даже каплет. При обработке маленьких растений, маленьких кустарников, можно ограничиться небольшим объемом опрыскивателя, чтобы не таскать с собой по саду тяжелый агрегат. Если же у вас большой объем, у вас много растений, у вас высокие деревья, плодоносящие, то лучше взять опрыскиватель с большим объемом. Особенно удобно обрабатывать, когда есть выдвижная штанга. Таким образом, вы способны донести рабочий раствор до самых верхушек и защитить деревья от болезней. Дожди смывают ее, конечно, но смывают не так интенсивно. И обычно одной обработки в начале сезона при благоприятных для растений, но не для болезней условиях хватает. Если же стоит погода дождливая, или вот как у нас выдалась очень теплая зима, благоприятная для различных болезней, то в течение сезона может понадобиться не одна искореняющая, а две обработки. Особенно если наша весна выдастся прохладной и затяжной. В течение вегетационного сезона медь также можно использовать, но строго по инструкции. И в тех случаях, когда использование других препаратов невозможно, либо у вас их нет. В целом медь относится к элементам тяжелым и при избыточном употреблении она может вызвать у растений ожоги, может накапливаться в почве. Но тех обработок, которые рекомендуют нашим садоводам, а это 2-3 в течение вегетационного сезона, они не могут нанести никакого вреда ни вам, ни деревьям, ни окружающей среде. Следующий этап ухода за нашим садом – это первая подкормка. Первая подкормка – это всегда подкормка азотом, а именно такими препаратами, как карбамид, мочевина, и различные виды селитры – аммиачная, калиевая, натриевая. При внесении подкормки мы вносим ее на почву. Это почвенная подкормка. В зависимости от размера растения количество вносимых удобрений варьирует. Плюс обязательно нужно учитывать и состояние самого растения, которое мы подкармливаем. Сейчас мы с вами находимся у кустика красной смородины. В прошлый раз мы проводили его омолаживание. И сейчас можно видеть, что она за прошлый год выгнала большое количество молодых веточек. Они еще недостаточно высокие, поэтому наша задача – поддержать их, чтобы они в течение грядущего вегетационного сезона выросли большие, разветлились, вот как эти вот ветки, и заложили цветковые почки, чтобы уже в будущем году дать нам хороший полноценный урожай. Таким растениям, а также растениям, ослабленным болезнями или погодными условиями, количество удобрений может быть увеличено процентов на 20-30, а иногда и даже больше. Повторюсь, внесение удобрений проводится весной по почве. Мы рассыпаем их по приствольному кругу, вот, вокруг куста, равномерно распределяем. Азотные удобрения очень легко растворяются. И попав на влажную почву, буквально в течение нескольких часов, даже без полива, растворяются и уходят в зону корнеобитаемого резонта. Если же погода стоит сухая, если почва испытывает недостаток влаги, то после внесения удобрений желательно полить дождеванием. Таким образом, удобрение быстро растворится и уйдет в почву. Как подкармливать взрослые деревья? Дело в том, что мы содержим деревья в саду различными способами. Кто-то держит чистыми приствольные округи и полосы, кто-то допускает залужение, как только наши деревья окрепнут. В данном случае у нас вишенка, плодоносящая, взрослая, находится именно в таких условиях, под залужением приствольного круга. Что нужно помнить, когда мы вносим удобрения в этом случае? Что часть питательных веществ заберет на себя газон, трава. Поэтому дозу удобрений следует увеличить. При внесении удобрений мы разбрасываем их по проекции кроны на почву. То есть не просто бросаем вот так в одно место. Это неправильно. В таком случае мы вызовем ожог травы, ожог газона в этом месте. Нам это ни к чему. Мы распределяем удобрения равномерно под кроной дерева. Дело в том, что корни распространяются везде. И большая их часть именно находится по периферии. Если мы пройдем такую условную проекцию кроны на землю, то кажется, что основная зона корней будет располагаться как раз по краю проекции кроны. Итак, вот для такого вот растения потребуется не менее 100-150 г азотных удобрений, которые мы равномерно распределяем вокруг. Это с учетом того, что у нас здесь есть газон, которому тоже требуется питание. А многие садоводы предпочитают всем химическим средствам защиты, удобрениям естественным, а именно органику. В частности, источником азота в весенний период может быть хороший перепревший компост либо навоз. Навоз должен быть именно старым, перепревшим. Ни в коем случае не используйте свежий. Таким образом, вы можете сжечь корни у растений. Ведь свежий навоз содержит очень большое количество элементов в довольно-таки агрессивной форме. Здесь у нас в мешке перепревший навоз крупного рогатого скота. Видите, он легко рассыпается, растирается и легко будет усвоен растениями. Как его можно вносить? Его можно распределить либо равномерно по всей площади приствольного круга или полосы, если это у нас кустарник. Даже можно замульчировать им. Получится прекрасное и как удобрение такого пролонгированного действия, и как защита корневой системы от возможных похолоданий, от пересыхания, от перегрева. Вообще мульчу у нас, к сожалению, не все оценивают правильно. Недооценивают, я бы сказала. Мульча – это универсальное средство и как подкормки, и как защиты, создание благоприятных условий для роста и развития растений. Еще один способ внесения органики – это вкапывание в бороздки, которые выкапываются по краю приствольного круга или полосы. Что нужно помнить в таком случае, если мы хотим внести именно в бороздки, если мульча нам не нужна по какой-то причине? Во-первых, корневая система растет от центра радиально. И если мы собираемся перекопать приствольный круг или полосу, ни в коем случае не ставьте вот так вот перпендикулярно корням лопатку. Корневая система, допустим, у смородины довольно поверхностная, и мы можем ее повредить. Поэтому ставим радиально, слегка подкапываем и отворачиваем. Не глубоко, буквально сантиметров 10-15 по краю, не глубже, иначе мы с вами подрежем корешки. И тогда уже вносим навоз, компост, любое другое удобрение, которое вы используете, непосредственно в эту образовавшуюся бороздку. И засыпаем, разравнивая почву. На этом весенние работы в саду у нас окончены. Обрезка, подкормка, защита. Удачи вам и вашему саду процветания. И подписывайтесь на наш канал Процветок. С вами была Юлия Кондратенок. До новых встреч.